Проект «Выходные» на Кургане Славы стартовал в 2021 году. Солигорский район традиционно принимает участие и представляет в своей организации, предприятия и учреждения. Надо сказать, что в этом году подошли все очень креативно, очень много активности организовано, очень много выставочных экспозиций. Сегодня можно на наших площадках, на наших локациях попробовать продегустировать нашу продукцию, можно приобрести нашу продукцию. Это и продукция нашей легкой промышленности, и калинки, и купалинки, сегодня с нами вместе лесхоз, сегодня предприятие перерабатывающей промышленности. Ну и, конечно же, очень много активностей для детей и взрослых организовали наше учреждение культуры, учреждение спорта. Наши экспозиции нашли широкий отклик у жителей и гостей центрального региона и столицы. Гостей из соседней России здесь также немало. Дарья Мархель воспользовалась работой выездной студии СТК, попробовала себя в роли диктора и поделилась впечатлениями. Мы приехали из Петербурга в гости к бабушке, вот и решили посетить Курган. Видели, что здесь замечательные мероприятия, посмотрели все, вот поучаствовали в записи новостного выпуска, попробовала себя в роли диктора. Это очень сложно, ответственно. Мне понравилось, да, мероприятие. Интересно, можно разные развлечения и ребенку весело. Предприятия легкой промышленности представили свои бренды. Особый интерес у взрослых и детей вызвали мастер-классы и активности. Гостям предлагали попробовать пострелять из винтовки, получить призы за правильные ответы в викторинах, продегустировать продукцию солигорских предприятий, поучаствовать в интерактивных площадках, вискультурно-спортивного клуба, краеведческого музея, узнать больше, попробовав себя в роли волонтера Красного Креста. Представляем мы Минскую областную организацию Белорусского Красного Креста и рассказываем в основном людям о том, чем сегодня занимается наша организация, потому что мы столкнулись с такой проблемой, и то, что многие люди думают, что мы оказываем непосредственно какую-то медицинскую помощь. Это не так. Одно из приоритетных направлений работы – это обучение населения первой помощи. Как раз таки мы сегодня, используя также наше оборудование, и этими занимаемся, распространяем информацию о нашей организации, отвечаем на вопросы людей. То есть для нас это возможность непосредственно выйти с людьми на прямой диалог какой-то, чтобы ответить на их вопросы, которые интересуют. Кто сегодня с нами? Во-первых, волонтеры, и во-вторых, да, вот такой вот мой личный друг, помощник. Реки, Восточно-Сибирская лайка. Пока он у нас только вот учится. Для гостей были организованы выставки районного центра ремесел, учреждений дополнительного образования. К примеру, этот ландшафтный макет делали всем коллективам Центра технического творчества, рассказывают педагоги учреждения. Работа заняла первое место в районной выставке «Город нашей мечты». Государственное учреждение дополнительного образования Центра технического творчества представляет здесь на Кургане свою площадку технического творчества, работы, макеты, машинки, самолеты, фотовыставку, посвященную 65-летию Сальгорского района. Каждый желающий мог попробовать себя в гончарном деле. Андрей Чайковский показал процесс создания изделия пошагово. Освоил творческую профессию еще в школе. Уликаюсь, 6 класса, нравится. На выставке, может быть, какие-то ездили? Да, часто. Молодежь, Венец, Леонид Звон, пробуются часто. Сейчас в этом году у нас в Солигорске будет проводиться Леонид Звон в доме пионеров. Ветреная и прохладная погода не испортила выходные на Кургане. Людей было много. Гостеприимный Солигорский район смог удивить гостей. Нынешний выставочный сезон продлится до 3 июля. Затем комплекс закроется на реконструкцию. За это время на выставках будет представлена продукция всех районов и крупных предприятий столичной области.